Здравствуйте, меня зовут Александр Аносов и я представляю закон, первый антикоррупционный телепроект в Мордовии. Сегодня расскажем про бывшего чиновника из казенного учреждения, который принуждал подчиненных благоустраивать свой коттедж. Покажем интервью бывшего вице-премьера регионального правительства, который не согласен с предъявленным обвинением. Это не все темы выпуска, не переключайтесь, узнаете подробности первыми. Ленинский суд начинает рассмотрение уголовного дела о незаконном использовании своих служебных полномочий. Главный герой коррупционной истории по версии следственного подразделения ФСБ 59-летний Евгений Коргин. Никаких денег из бюджета он не похищал, выгода состояла в бесплатном труде. Работы против собственной воли и в служебное время в домовладении чиновника осуществляли его подчиненные. Как теперь выглядит коттедж Коргина, увидела наша съемочная группа. К теперь уже бывшему директору казенного учреждения «Градская недвижимость» у правоохранителей оказалось уйма вопросов. Например, заставлял он своих подчиненных или они по своему желанию отправились на работу в его строящийся дом. И кто должен возместить 190 тысяч рублей бюджету. Но всё по порядку. Евгений Коргин занимал кресло директора 11 лет. Как-либо охарактеризовать своего бывшего начальника и рассказать о деятельности учреждения, его заместитель отказывался. Как мог. Говорить на камеру заместитель отказался, а без неё в своём кабинете описал ситуацию. По словам Сеськина с бывшим директором он держал дистанцию и никогда не вмешивался в его дела. Коргин пришёл к Сеськину в марте этого года и пояснил, что уходит в отпуск и во время его отсутствия исполнять обязанности будет именно зам. Но отпуск затянулся, а Коргин уволился. Вместе с ним ушла нянчить внуков и главный бухгалтер. О том, что на Коргина завели уголовное дело, Сеськин узнал только, когда его пригласили дать показания в ФСБ. Сказал, что догадывался о происходящем, но молчал. Следствие государственное обвинение до сих пор не комментирует это дело. Говорят, нужно дождаться суда. Само учреждение «Городская недвижимость» занимается управлением эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе. Это в основном обслуживание и благоустройство зданий, которые находятся в распоряжении муниципалитета. Работа структурируется на две части. Она отчасти хозяйственная и юридическая. То есть работа с части, касающейся, когда принимается решение о выделении в аренду того или иного помещения, которое находится в муниципальном. Мы, соответственно, уставом своего учреждения наделены функциями заключения договора о аренде. И в дальнейшем потом контролируем, чтобы своевременно оплачивалась аренда муниципальная. То есть аренда поступала в бюджетный, в городской. Также в их компетенцию входит и приемка домов от застройщиков по программе ветхого жилья. Финансирование идет напрямую из бюджета, а в штате числится около 150 человек. В производственную группу как раз входят те 10 работников, которых Каргин, по версии следствия, незаконно освобождал от своей непосредственной деятельности и привлекал к выполнению ремонтных работ и других хозяйственных работ по благоустройству на своем личном участке в поселке Николаевка. Никто из десятерых не мог отказать начальнику, поскольку боялись увольнения и потери работы. Все время, пока подчиненные благоустраивали дом Каргина в Николаевке, а это с мая по сентябрь 2015 года, они исправно получали зарплату в городской недвижимости. Следствие посчитало, что таким образом из бюджета было незаконно получено более 190 тысяч рублей. А действие Каргина квалифицируется как использование должностным лицом своих служебных полномочий, вопреки интересам службы и с корыстной заинтересованности, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан и организации. Вот тот самый дом в Николаевке, где трудились работники казенного учреждения. Большой, новый, красивый. За забором расположена баня, беседка, теплица. А кто хозяин? Ну, их нет никого. Ну, а кому этот дом принадлежит? Я не знаю. А вы где работали? Ну, меня попросили сделать крыльчика, я тут работаю. Ага. А вы откуда сами работаете? Вы не случайно не на учреждении казенного? Не, не, не. Судебного разбирательства хозяин дома дожидается на свободе. Своей вины он так и не признал. Рассмотрением материала в ближайшее время займется Ленинский суд. В Саранске началось рассмотрение, пожалуй, одного из самых громких коррупционных дел последних лет. На скамье подсудимых оказался бывший вице-премьер регионального правительства Евгений Дергунов. Ему вменяется незаконное участие в предпринимательской деятельности. Максимальное наказание до двух лет лишения свободы. Бывший чиновник своей вины не признает до сих пор. Об этом он рассказал в интервью нашему телеканалу. Подробности этой истории и других, которые мы не оставили без внимания, в материале моей коллеги Дарья Берясевой. Бывшему заместителю председателя правительства республики Евгению Дергунову пришлось предстать перед судом. Спустя почти год расследование уголовного дела завершилось. Теперь ему предъявлено обвинение. Как полагает следствие, чиновник решил стать бизнесменом. Естественно, в обход существующего закона. С июня 2015 года по мае 2016 года обвиняемый, занимая государственную должность республики Мордовия, из корыстной заинтересованности, вопреки интересам службы, а также в нарушении законодательного запрета, создал организацию, осуществляющую предпринимательскую деятельность. По данным СК, Дергунов сам создал и занимался бизнесом. И, кроме того, в силу своего служебного положения предоставлял фирмам льготы и другие преимущества. Однако сам подсудимый утверждает, что все обвинения беспочвены. Предпринимательской деятельностью занимался исключительно его сын. А если где-то их деятельности пересекалось, то только в рамках закона. И при исполнении Дергуновым прямых должностных обязанностей вице-премьера правительства Мордовии. Я не знаю, в чем я виноват. Я что-то украл, я ничего не украл. Я какие-то незаконные действия по льготам, по каким-то бюджетным средствам заводил. Нет. Я никого не украл, никого не обманул, ничего не сделал. Чем закончится эта история и признают ли бывшего заместителя председателя правительства республики виновным, покажет время. При худшем для него стечении обстоятельств Дергунову грозит до двух лет лишения свободы. Вскоре перед судом предстанет житель Рязанской области, руководящий коммерческой организацией. Здесь совсем другая статья. Получение руководителем организации кредита путем представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении, либо финансовом состоянии организации, если это деяние причинило крупный ущерб. Расследованием этого дела занималось управление ФСБ. По версии следствия, мужчина дал своим подчиненным задание предоставить Ростельхозбанк бухгалтерскую документацию, согласно которой у фирмы имеется высокая прибыль и низкая кредиторская задолженность. В итоге по отдельному документу банк поверил и выдал организации кредит на 65 миллионов рублей. Только вот возможности платить у фирмы не было. Сейчас все материалы уголовного дела направлены в Зубово-Полянский районный суд для рассмотрения по существу. А вот некоторые уголовные дела подошли к своему логическому завершению. Так, например, приговором суда завершилась история очередного руководителя отделения Почты России Сергея Черенцова. Напомним, руководитель саранского почтамта погорел на мошенничестве и служебном подлоге. Своей вины мужчина отрицать не стал и ходатайствовал о рассмотрении уголовного дела в особом порядке. Не изменилась его позиция и на судебном заседании. Осознал, искренне раскаиваюсь. Имею на содержании двух малолетних детей. Фактически работаю один сейчас. Кстати, прошел собеседование в частную организацию, как бы предложили должность, но пока нет решения суда не могу согласиться, как бы меня готовы. Трудоустроиться официально уже, трудовой, как все полагается. Просил бы суд назначить наказание, связанное с лишением свободы, и, если это возможно, не запрещать занимать руководящие должности в частных организациях. Государство непонятно. В итоге по решению Фемида Черенцов признан виновным и приговорен к 2,5 годам лишения свободы условно. Также он обязан выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. Еще один приговор за коррупционные преступления вынес Зубово-Полянский районный суд. В роли подсудимого за превышение должностных полномочий оказался бывший директор охотничьего хозяйства. Следствием и судом установлено, что в 2015 году осужденные, занимая указанную должность и заведомо зная, что численность поголовья животных значительно уменьшилась на территории охотничьего участка, под угрозой применения мер дисциплинарного воздействия либо увольнения дал указание подчиненному сотруднику внести в документы сведения о необоснованном при плоде животных, которого в действительности не было. Далее эти сведения, которые были значительно приукрашены, подавались в профильное министерство. По документам в хозяйстве прибавилось 37 голов кабана и 15 голов оленей. Однако вскоре сотрудники управления ФСБ обман раскрыли. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде одного года лишения свободы. Условно. С испытательным сроком один год. Решение в законную силу еще не вступило. Они настойчиво ждут от тебя благодарности? Они просят понять, ведь у них тоже есть начальники? Они быстро решают проблемы только для своих? Не корми коррупционеров. Живи честно. Телефон дежурного прокурора Мордовии 475-505. Круглосуточно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова